Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Сегодня долгожданная серия моей коллекции ювелирных украшений. Сегодня у нас будет только золото, и это вторая часть этого видео. Если вы еще не видели первую часть, которая набрала 85 тысяч просмотров, обязательно переходите в инфобокс, там я оставлю ссылочку. Переходите и смотрите первую часть, там тоже очень много всего интересного из моей коллекции. Также в описании я обязательно оставлю артикулы на изделия, которые я купила в магазине Sunlight. Изделия, которые я подарила маме, в этом видео я показывать не буду. Если вам интересно, то пишите в комментариях, их тоже я засниму в следующем видео. Итак, первое, с чего хочется начать, с моей любимой цепочки в желтом золоте из магазина Sunlight. Здесь 3,5 грамма. Плетение называется жгут, и оно всегда весит много. И у меня, кстати, есть такой браслет еще, который я вам показывала в предыдущем видео, там вообще 7 грамм. Кулон я купила сравнительно недавно, и я хотела именно такой кулон в виде бегуночка, еще взяла с рыбкой, смотрится очень круто. Кулон тоже полновесный, 1,5 грамма, очень прочная конструкция. Я люблю, когда у каждого кулона есть своя цепочка, и до того момента, пока я не купила этот кулон, точнее, нашла именно такой кулон, эту цепочку я не носила, она просто лежала у меня в шкатулке. Застежка здесь карабин, да и вообще у всех изделий Sunlight очень хорошие застежки. Вес цепочки 3,5 грамма, желтое золото, 585 пробы. Одна из моих недавних покупок это вот такие сережки. Мне кажется, эти серьги были абсолютно у всех. И я, естественно, тоже не исключение. В 8 классе я сама себе, подкопив денежку, купила такие сережки, а потом удачно я их посеяла. Поэтому в этот раз мне хотелось быть хитрее, умнее, поэтому я придумала для них заглушки. В комментариях девчонки уверяли меня, что эти сережки без заглушек я не потеряю, поэтому париться не стоит. Но первый раз, когда я купалась вместе с ними, уже одну сережку я потеряла. Она покатилась в сторону трапа, и в этот момент я ее увидела. И, слава богу, не потеряла. Плюс еще опыт из детства. В 8 классе тоже я одну сережку потеряла. Точно такие же серьги у меня были. Вторую пришлось дать на лом. Месяца два ношу с заглушками и не парюсь. В огонь и воду и медные трубы с этими сережками не перепроверяю, они на месте или нет. Очень долго искала заглушки для этих сережек и нигде не могла найти. Затем заказала чисто случайно серьги с сайта Shane. И там оказались просто огромные заглушки. Я взяла их, продырявила дотсом, сделала дырки побольше и надела на эти сережки. Такой вот лайфхак. Пользуйтесь. Серьги полтора грамма, 585 проба, желтое золото. Такие же сережки можно найти в меньшем весе, но я их брать не советую. Лучше брать вес побольше. Следующее приобретение уже в розовом золоте из моего любимого магазина Sunlight. Очень красивые сережки с невероятно крутой застежкой. Держится на ушке просто насмерть. Очень хорошая застежка, несмотря на то, что здесь абсолютно небольшой вес. Всего 2,5 грамма. Для двух сережек это достаточно мало. Но несмотря на это, конструкция очень даже прочная. Но впредь я хочу покупать вещи более полновесные. Хочу себе купить сережки где-то 6-7 грамм и не париться, что они погнутся, помнутся. Самочек здесь немножко с завышением. Для кого-то это плюс, для меня, если честно, все равно. Так тоже смотрится очень даже нежненько. А вообще в магазинах в последнее время очень большой спрос именно на пустотелые изделия. Собственно говоря, этим мы обманываем лишь себя. Поэтому при покупке изделия обращайте внимание на вес. Особенно если это Sunlight. У нас, например, цена изделия формируется исключительно из-за веса. Например, в Инстаграме я вижу какое-то кольцо. Я вижу его грамм. Я уже знаю, сколько оно стоит. Даже спрашивать не нужно. Это реально очень удобно. Но исключая изделия из бриллиантов и драгоценных камней. Там, естественно, ценник зависит от немножко других факторов. Кстати, о бриллиантах. Не знаю, можно ли это кольцо назвать кольцом с бриллиантами. Здесь искусственный изумруд и мелкая крошка бриллиантов. На самом деле эти бриллианты не имеют никакой ценности. Просто при покупке, типа мы покупаем бриллианты и так далее. Ну а так, кольцо мне очень нравится. Смотрится очень красиво. В желтом золоте. Здесь 1,7 грамм. 585 проба. Размер у меня 16,5. Не могу сказать, что я прямо это кольцо люблю. Именно из-за веса. Вес здесь небольшой. Если бы это кольцо было, например, 2,5 грамма, оно бы было значительно лучше. А так, я не особый любитель бриллиантов. Мне самое главное прочность конструкции изделия. Следующее кольцо я хочу продать. Оно из магазина Sunlight. Ссылочку на него я вам обязательно оставлю. Оно там стоит ровно 100 долларов, а я его продаю всего за 60. Если кто-то из вас захочет, обязательно напишите на мой PR-аккаунт. Ссылочку я оставлю в описании под видео. Здесь искусственно выращенные изумруды и натуральные бриллианты. Вес изделия 1 грамм. Это 585 проба. Размер 16,5. Вы наверняка не в одном влоге не видели это кольцо у меня на пальчике, потому что я его ни разу не носила. Оно абсолютно новое, просто примеряла. Поэтому если кто-то захочет именно из Баку, то я с удовольствием его продам. Если не захотят, буду носить дальше, использовать с удовольствием. Это, кстати, розовое золото. Очень красивое колечко. Следующее изделие также очень маленького грамма. Здесь всего 1 грамм. Красивая нежная цепочка. Такое ощущение, что у вас просто этот кулон висит в воздухе. Некоторые девчонки носят на леске, но я эти лески не очень люблю, потому что они со временем темнеют. А цепочка самая то. Смотрится невероятно нежно, красиво. Это подарок. У нас здесь в Азербайджане это очень распространенная модель. В каждом магазине ювелирном есть подобная цепочка с разными камнями. Камнями разных цветов. Но мне очень нравится этот синий цвет. Он такой насыщенный, глубокий. Мне он очень подходит по мне. Вес 1 грамм. Длина 43 сантиметра. Желтое золото. 585 проба. Обычно свое золото на ночь я не снимаю. Если я надела цепочку, то она у меня будет на шее месяца 2. Поэтому я убираю очень практичные вещи. А эта цепочка прошла со мной буквально всю мою жизнь. Когда я была в 7 классе, я подкопила денежку со своих завтраков и пошла покупать себе золотую цепочку. Когда я зашла в ювелирный магазин, продавщица посмотрела на меня как-то свысока. С таким взглядом, что все равно ты ничего не купишь. Я посмотрела пару изделий, выбрала эту цепочку и сказала покупаю. Вы знаете, нас ограбили и никто не вспомнил про эту цепочку. То есть эту цепочку не забрали, потому что она лежала в другом месте. В моей жизни был сложный период, когда мне пришлось продать все золото, которое у меня было. И когда я отнесла эту сережку тоже со всем остальным своим золотом, в этот период эта цепочка была порвана. Поэтому ее брали как лом и я решила ее не продавать. Короче, эта цепочка прошла все трудности моей жизни вместе со мной и осталась рядом. И недавно, кстати, я ее починила, даже во влоге вам показывала, как я с весами иду к ювелиру. И он починил, и после этого у меня особая какая-то любовь к этому изделию. Несмотря на все, все равно эта цепочка осталась рядом со мной. Здесь 2,5 грамма. Это розовое золото, 585 проб. Как сейчас помню, купила эту цепочку за 880 рублей в магазине на Первой дачной. 585 золота, по-моему, магазин так назывался. 2,5 грамма за 880 рублей. Вот цены тогда были крутые. Реально можно было купить очень много побрякушек. Иногда хочется вернуться назад, взять эти денежки и накупить себе всего классного. И вернуться обратно. Цепочка с пчелкой. Куплена спонтанно и, наверное, не обдумана. Если честно, не очень люблю эту цепочку. Редко ее ношу. И даже хочу продать. В какой-то момент жизни мне хочется ее продать. Потом думаю, нет, все-таки не стоит. Хотя здесь 3 грамма. 585 проба, желтое золото. Смотрится очень необычно. Эту модельку в других местах я редко где видела. Но все равно, несмотря на все эти моменты, почему-то она мне немножко не по душе. Если вы заметили во влогах, то я редко ношу. Хотя все отлично. Все замечательно. Просто что-то не мое, так скажем. И я вот думаю, время от времени можешь все-таки продать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, стоит ее оставить. Или вам тоже, как и мне, не нравится. Здесь почти 3 грамма золота. 585 пробы. Это желтое золото. Дальше я вам покажу несколько кулонов. У них нет цепочек. Обычно мои знакомые с одной и той же цепочкой носят все свои кулоны, которые есть. Но я так не люблю. Я считаю, что у каждого кулона должна быть своя цепочка. Именно по этой причине я купила этот кулон в Sunlight. По-моему, стоил 990 рублей или что-то около этого. Здесь всего полграмма. 585 проба. Но до сих пор ни разу не носила. Просто потому, что пока что у этого кулона нет цепочки. Дай бог, я куплю цепочку и потом уже буду носить. Не помню, как точно назывался камень. Но смотрится очень нежненько. Следующий кулон тоже из глубокого детства. Покупала тоже буквально за копейки. Здесь полграмма. И вот такое вот нежненькое сердечко. Оно размером немножко больше. И здесь, естественно, и золото побольше. Смотрится нежненько. Можно носить с браслетом. Раньше мы носили с браслетиками как раз таки. Но мне кажется, сейчас подвески с браслетами остались немножко в прошлом. Сейчас модны немножко другие браслеты. Поэтому просто лежит у меня в шкатулке. Даже не знаю, с чем сочетать. И последний кулон, который у меня есть, это бегунок. Я бегунки очень люблю. Просто он невероятно маленький. На фотографии он казался побольше. Но в жизни он совсем малюбусенький. Поэтому сюда надо найти очень тоненькую цепочку. И носить все это дело вместе. И на этом я хотела завершить видео. Но потом вспомнила, что у меня еще есть часы. Естественно, они не золотые. Но они также из магазина Sunlight. И все-таки я решила их тоже вам показать в этом видео. Некоторые в комментариях пишут, что, Тайка, столько всего ты покупаешь, а ничего не носишь. Иногда я просто забываю про существование тех или иных вещей. То же самое произошло с этими часами. Где-то годы они просто лежали у меня в комоде. И совершенно забыла, что я в Sunlight покупала такие часы. А потом при просмотре чужого влога я заметила похожие часы. И тут я вспомнила, что у меня тоже есть такие часы. Они мне немножко большие, поэтому нужно дать ювелиру или брату моему. Он тоже умеет такие вещи делать. И надо немножко уменьшить размер этих часиков, чтобы они сидели хорошо на ручке. А то они болтаются. Как только решу этот вопрос, буду с удовольствием носить эти часы. А вообще моя мечта иметь такие золотые. Чтобы все было из золота, даже механизм. Но пока что это остается просто мечтой. Раньше я где-то в месяц один раз покупала себе что-то из ювелирки. Теперь я решила эти деньги копить. И потом покупать себе что-то полновесное. Хочу себе сережки 6-7 грамм. Такие прочненькие. Как только куплю, обязательно покажу вам во влогах. Так что обязательно смотрите мои влоги. Если вы не смотрели первую часть, обязательно заглядывайте в инфобокс. Переходите, ее тоже смотрите. На этом все. Всех люблю. С вами была Айка. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok